Друзья, всех приветствую! В этом ролике я завершу тему о доработке гаджа и установке на него пит-контроллера. Расскажу, что к чему подключать, какая схемотехника и покажу этот процесс на видео. Для начала вводное. Сейчас вы видите на экране гаджевит сверху. Температура в гадже управляется с помощью двух терморезисторов. Стрелками на видео они подсвечены. Ну и также я подсветил здесь стрелками те клеммы, с которых мы будем снимать питание нашего пит-контроллера. Вот здесь отдельное фото терморезистора, который отвечает за температуру эспрессо и расположен в боковой стенке бойлера в непосредственной близости от нагревательного элемента. Таким образом он максимально оперативно реагирует на изменение температуры стенки. Как вы уже заметили, я люблю рисовать графики, поэтому здесь я тоже не прошел мимо этой возможности. Давайте немного обсудим то, как работает терморезистор. У терморезистора есть две температуры. Температура открытия и закрытия контактов. В данном случае используются терморезисторы, в которых при низкой температуре контакты замкнуты. При достижении целевых температур контакты размыкаются. Предположим, что начальная температура комнатная, 22 градуса Цельсия, происходит постепенный нагрев. При включении гаджи мы достигаем температуры выключения и соответственно терморезистор размыкается. После чего происходит еще небольшое повышение температуры просто по инерции, после чего происходит постепенное понижение температуры. Температура снижается до порога включения терморезистора, после чего он снова замыкается, включается нагревательный элемент. Но при этом температура пройдет чуть ниже, чем температура включения терморезистора, так как нагревательный элемент не сразу начнет разогревать бойлер. И так происходит по циклу. Температура внутри бойлера следует этому циклу, постепенно переходя к какому-то среднему состоянию. Но из-за того, что температура включения и выключения терморезисторов довольно серьезно разнесены, постоянство температуры воды ожидать тоже не следует. Для гаджи используются терморезисторы с номиналами 107 и 99 градусов Цельсия. То есть, как мы видим, дельта между включением и выключением составляет около 8 градусов, что, согласитесь, немало. А теперь давайте рассмотрим, как ведет себя PID-контроллер. PID-контроллере задается только одна температура, аналогичным образом с 22 градусов Цельсия включается нагрев, но при этом при приближении к температуре целевой PID-контроллер периодически выключает нагрев для того, чтобы максимально плавно подойти к целевой температуре и не перегреть воду, чтобы не было эффекта пролета мимо. Он все равно будет, но он будет меньше по масштабу, чем в предыдущем случае терморезистора. И по мере прохождения очередных циклов включения и выключения, эти колебания будут все меньше по амплитуде. И в итоге мы сойдемся к некоторому стационарному значению температуры. Соответственно, вода в бойлере аналогичным образом будет стремиться к какому-то стационарному значению. Эта температура не будет совпадать с тем, что измеряет PID, но тем не менее мы можем быть уверены, что температура воды внутри бойлера постоянная. В подтверждение своих слов я приведу фотографии самих терморезисторов. Это серия 36TXE, у которой есть следующие надписи на корпусе. L107-8C и L145-15C. Левый у нас отвечает за эспрессо, правый за температуру пара. И 107 это температура отключения, то есть разрыва цепи терморезистора. И температура включения находится на 8 градусов ниже, а для терморезистора пара на 15 градусов ниже. Ну и из-за этого все основные проблемы гаджи. Во-первых, это перегрев воды до температуры заметно больше, чем 95 градусов Цельсия. При этом эта температура все равно не постоянна. То есть сжигаются сахара, кофе приобретает более горький вкус. Терморезистор пара тоже приводит в силу своей низкой температуры повторного включения, то есть это порядка 130 градусов, к резкому снижению скорости вылета пара. И соответственно взбивание резко ухудшается. Я поискал в сети информацию насчет используемых терморезисторов. И вот для 36 серии я нашел следующую таблицу, где указаны допустимые отклонения фактических значений температур срабатывания от заявленных. В красном выделены нижняя строчка в Цельсиях для терморезистора, отвечающего за эспрессо, плюс, минус 3-4 градуса. Итак, я думаю, что уже не нужно никого убежать, потому что PIT-контроллер – это то, что крайне желательно установить на гаджу. Давайте перейдем к схеме подключения. Сразу замечу, что эта схема не универсальна и относится к определенным моделям гаджи. Она абсолютно точно не подходит к моделям с нержавеющим бойлером, которые выпускались в 2015 году и позже. Эта схема подходит для гаджа с 2018 года и по сей день. Список совместимых моделей вы видите на экране, поэтому уточняйте, какая у вас гаджа. На экране вы видите обе стороны PIT-контроллера с пронумерованными входами и схематически изображенный бойлер, который нарисовал в меру своих художественных способностей. У нас есть терморезистор в верхней части, который отвечает за пар, и в боковой стенке, который отвечает за эспрессо. К нему идут провода. Вот эти провода мы будем подключать к нашим твердотельным реле. Терморезисторы мы выкрутим, и вместо одного из них мы вкрутим датчик температуры. Ну, собственно, поехали. PIT-контроллер нужно подключить к сети в 220 Вольт, ко входам 1 и 2. Твердотельные реле имеют управляющие входы, имеющие полярность, плюс и минус. Их нужно соответствующим образом будет подключить к выходам PIT-контроллера. Твердотельных реле у нас 2, отвечающие за пар, второй отвечает за эспрессо. И каждый реле имеет выходы, которые нужно будет подключить как раз к тем проводам, которые шли раньше к терморезисторам. Также у нас есть датчик температуры PIT-100. Его нужно будет винтить, желательно, вместо терморезистора в боковой стенке. Но если вам не хочется разбирать гаджу, для этого нужно будет отвинтить бойлер от корпуса, то можно, в принципе, винтить его, как я дальше на видео сделал, вместо резистора, отвечающего за пар. В общем, это понизит несколько точность регулировки, так как этот терморезистор находится не совсем в корпусе. Он вынесен из стакана бойлера немного в сторону, тогда как терморезистор эспрессо находится непосредственно рядом с нагревателем. Поэтому перфекционистам стоит все-таки воткнуть его вместо эспрессо терморезистора. Подключение датчика температуры производится с помощью трех проводов. Тут принципиальный момент, что красный должен идти к восьмому входу. Как будут идти белые, остальные два, насколько я понимаю, неважно. Подключаем твердотельные реле к проводам, которые раньше шли к терморезистору эспрессо, и аналогично для проводов, шедших к терморезистору пара. Реле эспрессо нужно подключить к выходам 9 и 10, и тут нужно не ошибиться с полярностью. На реле есть значок плюс и минус. Таким же образом промаркированы выходы 9 и 10. Выход для управления реле паром нужно будет дорабатывать, так как там сейчас стоит реле. Но когда мы его доработаем, пятый выход будет минусом, а четвертый выход будет плюсом. И их соответствующим образом нужно будет соединить с реле пара. В принципе, возможен случай прощенного монтажа, когда вы не будете заморачиваться регулировкой температуры пара и оставите терморезистор пара в гадже. Тогда не нужно будет перепаивать пит-контроллер. Но для того, чтобы не ловить эффект падения скорости пара при выключении терморезистора, нужно будет просто ловить моменты наиболее удачные для взбивания. На фото вы сейчас видите изначально не модифицированную внутренности пит-контроллера. Вот это вот черное большое, почти квадратное, это как раз реле, которое нам нужно будет выпаять. И нам нужно будет проводами замкнуть следующие гнезда. По итогам должно получиться что-то в этом духе. Специально положил линейку для того, чтобы вы могли оценить длину необходимых проводов. Но все-таки провода, которые выходят из пит-контроллера, я бы рекомендовал сделать сантиметров на 10 длиннее. Здесь я сфотографировал место подключения пит-контроллера к сети 220 вольт на задней стенке. Снимается клемма нижняя, вместо нее ставится пигибэк-коннектор, и соответственно на него уже сажается старая клемма. И аналогичное подключение через пигибэк-коннектор на передней стенке. Это третий слева переключатель, верхний. Реле к задней стенке я прикрепил просто винтами, вот в эти отверстия. Далее я вам продемонстрирую сам процесс сборки. Я дополнительно использую термопасту для того, чтобы датчик более аккуратно считывал температуру. В остальном используется ровно то, что я описал в предыдущем ролике. Еще один важный момент, который я хотел бы подсветить в обязательном порядке. Существует самый главный секрет, который позволит вам пить максимально вкусный кофе. Про этот секрет очень редко говорят, но на самом деле он самый важный. Для того, чтобы пить вкусный кофе, нужно прежде всего оставаться живым. Поэтому, друзья, все манипуляции с гаджи нужно делать при отключенной от сети машине. Снимаем крышку, отсоединяем провода заземления и откладываем ее в сторону. Просовываем все провода, относящиеся к пиду, сквозь отверстия в задней стенке. Немного муторный процесс, но при определенной сноровке можно справиться довольно быстро. На всякий случай фиксируем их стяжкой, чтобы они не выпадали. Снимаем третий слева верхний коннектор и вместо него подключаем коннектор пид-контроллера. К его ушку подключаем исходный коннектор. Аналогичным образом поступаем со вторым коннектором. Далее подключаем твердотельное реле. Тут нужно не забыть про то, что нужно подключать соответствующие полярности, поэтому желательно провода как-то промаркировать. Крепим реле к задней стенке и аналогично поступаем со вторым реле. Тут нужно запомнить, какое реле отвечает за что, чтобы потом корректно его подсоединить к проводам, которые раньше шли к терморезисторам. Отсоединяем провода от терморезистора пара, выкручиваем его, наносим термопасту. Без особого изящества я здесь это делаю, но так уж получилось. Аналогичную операцию проделываем со вторым терморезистором. Его можно не выкручивать, нужно было в данном случае только снять с него клеммы. Подсоединяем провода к твердотельному реле и собираем все оставшиеся соединения. Чтобы сопли нигде не болтались, стягиваем все стяжкой. Включаем гаджет в сеть и проверяем, что все работает корректно. То есть он должен нагреть бойлер до температуры около 100 градусов, в зависимости от настроек, которые вы выставили, и отключиться. Но аналогично операцию нужно проделать с паром. Подключаем клеммы заземления к верхней крышке и собираем все обратно. В данном видео я обошел такую важную тему, как настройки этого пит-контроллера. На самом деле, по умолчанию, в нем стоят параметры, которые не позволят функционировать гаджет без дополнительных настроек. Я планирую осветить этот вопрос в следующем видео, где расскажу более детально о том, какие там настройки есть и какие стоит выставить. Друзья, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, а то я не буду выпускать следующие ролики. Но вы меня поняли. Всем всех благ и удачи!